Когда кажется, что выхода нет И любой шаг приближает к пропасти Решение есть Но какую цену придется заплатить За самый сложный выбор в жизни Только правдивые истории людей Которые оказались на грани Полетели Держишься И печенье тоже аккуратно Чтобы не выпало Да Радость моя Женщина Да Ой, простите, я вас не узнал Вера Вера Николаевна Точно А Лиля не говорила, что вы должны сегодня прийти Лиля была бы рада, если бы я вообще не приходила Ну да Обычные ссоры между невесткой и свекровью Да, но дети здесь при чем? Вы должны отдать ему ребенка Как это отдать? Для чего? Чтобы спасти ему жизнь Бабушка маленького Максима Вера Николаевна Одинцова Просить не привыкла Два полковника Она переняла от мужа манеру безбилиционно выражать свое мнение Виталий, который прогуливался с ребенком, даже оторопел Но вопрос, который напрашивается сам по себе Почему родители доверили своего сына чужому молодому человеку И не доверяют родной бабушке Вера Николаевна приняла решение, как сама она сказала Ради спасения жизни малыша Что она имеет в виду И на что готова пойти ради внука Привет Тише говори Ребенок спит Ага, понял А у нас что, обыск был? После родов ни во что не влезаю Влезешь Захочешь, влезешь Конечно Легко тебе говорить Не у тебя плюс пятнадцать килограмм Лиля Ты скажи, начало одиннадцатого Где ты был? В спортзале Хорошо позанимался Замечательно А ты обо мне подумал? Я целый день одна Без общения Ну вот ходили бы вместе Общались бы Не пришлось бы выбрасывать все Очень струнно А вот Максимка Он бы гантели по залу катал в это время, да? Лиля, что ты от меня хочешь? Внимание Может тебе на работу пора пойти? Пока ты меня совсем не съела Может Я просто неудачница какая-то Перестань, ты всего неделю по собеседованиям ходишь Это вообще не срок Да я бы раньше с первого раза устроилась Улыбнешься Юбочку покороче оденешь И все Ну ничего не поделаешь Это побочное явление материнства Как только узнают о ребенке двухлетнем Сразу нос воротят Мол вы же из больничных вылезать не будете Слушай, а ты Максимку Ты на кого оставишь? Садик же рано? Свекрови отдашь? Нет Я ребенка не доверю Вы так и не помирились Мне ее помощи с головой хватило Никогда не прощу Вера Николаевна Ну я готовлю борща не выйдет Ну ведь горит же Ничего не горит Я на секундочку отошла За секундочку вы изгодите Я вас попросила за ребенком посмотреть А не меня контролировать Максим! Говорите полгода назад было сотрясение мозга? Да Упал с дивана Мама не досмотрела Не я Его мама Плохо спал Мало ел Но потом прошло А теперь снова Припадок Так Нужно сделать нежесонографию Я дам вам направление Идите и не откладывайте Экстопический очаг в мозгу Ребенку у двухлетней А у него уже диагноз Слушай, мне очень жаль Когда у Максимки приступ Я убить готова эту старую дуру Все дети как дети А у нас таблетки по расписанию И что, помогают? Не особо Уже дозировку увеличили Без толку Так что Возвращаясь к твоему вопросу О свекрови нет Я ребенка ей не доверю Ищем няню Слушай А частичная занятость тебе подойдет? А есть предложение? Нашему менеджеру по рекламе Как раз нужна помощница Спросить по поводу тебя? Спроси, пожалуйста Так И мне так спокойнее будет Я малого только на полдня Буду с няней оставлять Угадайте, кто устроился на работу? А где Олег? Здравствуй, Лиля В магазине скоро будет А ну с Максимкой играем Как ты, зайчик? Ты уже дома? Я просила глаз сына не сводить Это так тяжело? Я всего на минуту отлучился У малого каша закончилась Но он же не один остался Здесь мама Вот успокоил, так успокоил Начинается А вы в курсе, что мы ищем няню? Как няню? Я же родная бабушка Я не работаю Мам, ты понимаешь Я мать И я буду решать, кто сидит с моим ребенком Была бы хорошая мать Не летела бы на работу Так мне делать здесь нечего Я ухожу Мам Все, сынок Она мать Она решает Довольна? Ты же знаешь, что я ребенка не доверю Вообще, почему ты пошел в магазин? Она что, не могла? Да ты все равно сделала ее виноватой Да То кашами-то, а то еще что-нибудь Потому что она виновата Это она сделала ребенка эпилептиком Положение Олега Испытывают многие мужчины Которые пытаются Примирить жену и маму Не секрет, что парни часто Выбирают жены девушек Похожих по характеру На своих матерей Если мама авторитарна То велика вероятность Что и жена будет главенствовать В отношениях Таким невестке и свекрови Крайне сложно ужиться между собой И для семьи лучше Если их общение Сведется к минимуму Мама Здравствуйте Смотрите, кто пришел Да ведь это самый послушный мальчик Да Это только у вас, но послушный У других Пять минут потерпит массаж И начинает кричать Ну Наверное, потому что я По основной специализации Педиатр И у меня есть свой секрет Вы педиатр? А почему вас это удивляет? Мы просто Как раз ищем няню Вот И конечно хотелось бы Чтобы у нее было Медицинское образование Угу С нашим-то здоровьем А вы выходите на работу Или просто себе помощницу Ищите? Я нашла работу На полдня Пора и мне в люди выбираться Понимаю Такой красивой маме сидит домогрех А можно наглый вопрос? Ну попробуйте Пойдете к нам няней? Это только на первую половину дня Ну что, Максимка Возьмешь меня к себе на работу? На Ладно, берем Так у вас теперь усатый нянь? Да Нам с ним дико повезло Няня, педиатр И еще и массажист в одном лице Вау Я уже хочу за него замуж Я хотела бы спокойно Что если у Максимки будет приступ То рядом будет доктор Ну да, конечно И я тебе скажу Что не каждая женщина Так с детьми ладит А у него есть дети? Вроде нет И вообще он холостой Но ты знаешь Это очень удивительно Потому что такой приятный мужчина Приятно, говоришь? Да Вежливый, начитанный И ты знаешь С ним всегда есть о чем поговорить Ты смотри поосторожнее В смысле? С интересных разговоров Всегда начинаются Очень бурные романы Ты же знаешь Я люблю своего мужа Да, 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 да Мне уже надоело слушать Как он у тебя замечательный Какая у него отвратная мамаша Добрый день Здравствуйте Лиля, звонили из спорткомплекса Вы им до сих пор акты не выслали Ой, извините Сделаю сейчас Извините Это я ее заболтала Я уже ухожу Извините Конечно Не откладывайте Прямо сейчас Высылайте Забирай его Идите к столу Наш именинник уже спит А у нас праздник все-таки продолжается Конечно Лилечка и Олег Я вам желаю Большой крепкой любви А Максимке Крепкого здоровья Прекрасный то За здоровье За любовь Чудесно Кстати, о здоровье Для моего внучка Я тоже приготовила подарок Мам, шикарное одеяльце Мы видели Спасибо, сынок Я не об этом Я была В областной клинике Максимкины снимки Показывала профессору Он дал согласие На операцию Выбирал за это Прекрасно А кто вам дал право Показывать кому-либо Снимки моего ребенка Лиля Лиля Ну Не надо так сразу В штыки Сначала вы угробили Здоровье ребенка А теперь совсем хотите его Лиля Вам напомнить Что нам сказали По поводу операции Вчера был приступ Еще сильнее, чем раньше Будем увеличивать Дозировку препарата Мы же увеличили В два раза Я слышал, что этот Эктопический очаг Можно прооперировать Видите ли При посттравматической эпилепсии Как у вашего сына Хирургическое вмешательство Большой риск Можно нарушить Другие отделы головного мозга И тогда мальчик станет В общем, я не могу поручиться За правильное умственное развитие Ребенка Настоятельно рекомендую Продолжать консервативное лечение Возможность вылечить мальчик Ограничила с очень большим риском Поэтому тема операции В семье больше не обсуждалась В сложной жизненной ситуации Некоторым людям Вообще проще сделать вид Что проблемы не существует Чем попытаться решить ее Лиля и Олег Выбрали путь бездействия Они старались даже не разговаривать О болезни сына Но иллюзия нормальной жизни Продолжалась лишь до очередного Приступа Максима Хотите искупить вину? Так не делайте еще хуже! Олег, ну я же хочу как лучше Но это же все-таки область Профессор, умнейший человек Ну, вот, посмотри, что там пишут О, Господи, ну вы хотя бы поговорите с ним Максимка же страдает Хорошо, мам Нашла же ты время Может, все-таки стоит попробовать? Что? Рискнуть здоровьем ребенка Ради приходи твоей матери? Ну, если это не просто ее прихоть А вполне реальные шансы Ты понимаешь, что ребенок Может стать умственно неполноценным? Никто не заставляет нас силой Делать операцию Поездим в клинику Поговорим с профессором А тебе не надоело надеяться? А потом обламываться? Сколько мы уже врачей сменили? Сколько препаратов? Вот именно Так, может, надо решать проблему кардинально? Нет Я не дам сделать из ребенка инвалида Я его никому не отдам И на операцию не дам И твоя мать меня не заставит Хотя она и думает, что она самая умная Да хватит уже! Ты перегибаешь палку Во всем у тебя виновата моя мать Я не дам сделать из ребенка идиота Мама И чувство вины И чувство вины рождается именно из-за того, что на самом деле Уметь все и успеть везде просто невозможно Лиля подавляет свое чувство вины агрессии и упрямством Но идет ли это на пользу ее сыну? Вот это я вовремя Что случилось? Мы к семье приступ Сильный О, Лиля, господи, тихо, тихо, тихо Я ни о чем больше думать не могу Да за что это моему ребенку? Так я и думал Опять лясы точите? Юрий Петрович Поздравляю, Лиля Вы превзошли сами себя О чем вы? То у вас почта теряется То договоры А сегодня вы кондитером Выслали счет застройщика Теперь коммерческая тайна Больше не тайна О чем вы? Я не могла, я же... Лиля, я долго терпел И вашу рассеянность И забывчивость И то, что вам надо пораньше уйти Сын плачет Я все понимаю Но работать с вами мы больше не будем Ну это в последний раз Юрий Петрович Лиля, вы поздно одумались Расчет возьмете в бухгалтерии Всего хорошего Что вы скажете? Вы знаете эту клинику? Вы хватаете за соломинку У вас больной ребенок И конечно вы хотите поверить во что угодно Лишь бы его вылечить Но это не вариант Не вариант Они много что обещают Выставляют огромные счета Но в действительности не дают никаких гарантий Так Ни один врач не может дать гарантий В таких клиниках Перед началом операции Людей просят подписать Отказ от каких-либо претензий За последствия Только вдумайтесь То есть они полностью Снимают с себя ответственность? Вот именно Делают из медицины лотерею Повезет, не повезет Наживаются на родительском горе И спят спокойно Поняла А вот дозировочку Максиму Можно еще немного поднять Не помешает Поняла И конечно вы хотите поверить во что угодно Лишь бы его вылечить Но это не вариант Повезет, не повезет Алло Клиника Аэро здоровье Добрый день Добрый Девушка У меня вопрос Я бы хотела прооперировать своего сына В вашей клинике Скажите пожалуйста Какие гарантии дают ваши врачи Существует стандартная процедура До начала лечения Родители подписывают пакет документов Вы подтверждаете Что осведомлены О возможных последствиях Возможные последствия То есть вы прямо заявляете Что вы не несете Никакой ответственности Ну что вы Это делаете для того Чтобы Да что это за медицина такая Шарлатаны Лиля? А почему вы дома? Меня уволили Мне жаль Меня раньше еще ни разу не увольняли Это неприятно Это всего лишь работа Будет другая Или хорошо платили Дело же даже не в деньгах Просто знаете Как устаешь Постоянно Дома А так я себя чувствовала Нужной Вы нужны, Лиля Вы очень нужны Как Максим Все хорошо Только засну Хорошо Хорошо Добрый день, Вера Николаевна Зачем вы пришли? Я должна брать разрешение Что прийти к собственному сыну Вы же знаете Что Олег в это время на работе Я же не дура Вы к Максиму пришли? Да Он мой внук Я хочу с ним видеться В присутствии меня или Олега Пожалуйста Охитрить не надо Ну Ты сейчас дома Я могу войти? Нет Нет Максим спит Добрый день Добрый день А это кто? Это Виталий Медик Помогает мне с Максимом А, это самая няня Ну-ну Ты буклет читала? Читала Читала Звонила им Не впечатлила Лилия не упрямничает Хоть на обследование повезите Я деньги дам Там современнейшее оборудование Слушайте Если на вас действует реклама То на меня она не действует Я не положу ребенка под нож Просто потому что они хорошо себе разрекламировали Тема закрыта Тема закрыта Хоть ты мне помогаешь Твою Лилю Не допросишься Мам Мы будем обсуждать мою жену за ее спиной Ну не любит человек на даче работать Это же не трагедия Только на даче По-моему она вообще Работать не любит С чего такие выводы? Я вчера Заходила Это к часикам Двенадцать к вам Она была дома С этим вашим Нянем Двенадцать Странно У нее работа до трех Ну это она тебе Так говорит А кстати Откуда взялся этот Виталик? Он в нашей поликлинике Массажистом работает Массажистом Ну-ну Ну-ну Олег старался не подавать вида Но слова матери заставили его ревновать При этом сама Вера Николаевна Вряд ли действительно подозревала невестку В романе с массажистом Скорее просто стремилась Перетащить Олега на свою сторону Чтобы убедить его Отвезти Максима на обследование Через несколько дней Олег решился на откровенный разговор С женой Садись ужинать Как дела на работе? Ничего особенного Куча бумаг А если честно? В смысле? Я был у тебя на работе сегодня Оля сказала, что тебя уволили Да уволили? Ну почему? Счет не тем заказчиком отправила Да нет Почему ты мне не сказала? Не знаю Думала найду что-нибудь, пока ты не знаешь Ли Я что, тиран какой-то? Ну уволили, уволили Подумаешь Ты и Виталию выговорила, если он под руку попался Просто Ты так на меня смотреть начал Ну как? С уважением что ли? Леля, ну что за детский сад Я тебя уважаю И люблю Даже безработную Где ешь? Я могу и холодное поесть У меня идея появилась Какая? Мы с тобой сто лет никуда не ездили вместе Давай поедем, домик снимем Ну, холодно уже Зато туристов нет Давай поедем, погуляем Проветрим голову от всякой ерунды А Максимку бабушке оставим Она с него теперь пылинки сдувает Нет, Олег Извини, но я честно Виталию больше доверяю, чем Вере Николаевне Ладно Виталий, так Виталий Ну что, едем? Радость моя Женщина Да Ой, простите, я вас не узнал Вера Вера Николаевна Точно А Леля не говорила, что вы должны сегодня прийти Леля была бы рада, если бы я вообще не приходила Ну да Обычные ссоры между невесткой и свекровью Да, но дети здесь при чем? Вы должны отдать ему ребенка Как это отдать? Для чего? Чтобы спасти ему жизнь Я не совсем понимаю, о чем вы говорите Есть нейрохирург Профессор Он видел Максимка Мессонид Он конкретно может помочь Малыш, нам пора Я слышал ваш вчерашний разговор с Лилей Она против операции Тут родителям решать Родители боятся Они не понимают А ребенок в это время мучается Вы хотите, чтобы я переубедил их? Нет Убеждать бесполезно Я сама Отвезу Максимку на операцию Мне нужно только три дня Вы просто отдайте мне его Вы понимаете, что вы говорите о похищении ребенка? Какое похищение? Я бабушка Вам вообще бояться не очень Вся ответственность ложится на меня Что скажете? Я подумаю Как медик, Виталий понимает, что Вера Николаевна права Но он чужой человек Идти против воли родителей противозаконно Лиле и Олег доверили ребенка именно ему Поэтому, если бабушка заберет внука Остаться в стороне Виталию не удастся Кородок маленький И скандал поставит крест на его врачебной карьере И все же Перспектива остаться без работы Не так его волнует, как судьба малыша Чи шансы на выздоровление уменьшаются с каждым днем Так Вот А разбудите его в четыре Не позже Потому что до полночи будет гулять Я все помню, Лиля, не волнуйтесь Лиля, мы опоздаем на поезд И сок, сок Даже если будет очень просить Не покупайте Да, сделай ему домашний Вы мне все написали До свидания Если вдруг что, звоните в любое время Договорились Хорошего отдыха Спасибо 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 Ало, Вера Николаевна? Они уехали Можете забирать Максимку Спасибо Спасибо, Виталик Не сомневайтесь Вы делали все правильно Они только отъехали А Лиля уже два раза звонила Может, она что-то чувствует? Не накручивайте себя Позвонит Говорить, как ни в чем не бывало Да уж Думайте Ради кого мы все это делаем Но тут вы правы Мы же уехали С Богом Вы только звоните Да Смотри, мы еще не разучились гулять. Получается. Был бы еще Максимка с нами. Давай представим, что у нас медовый месяц. Только ты и я. Романтика. Конечно. Ну, просто понимаешь, я раньше его дольше, чем на пять часов, не оставляла. Заскучится. Хорошо. Ничего, послушнее будет. Павлик, ты куда побежал? Догоню, догоню. Давай, пойдем. Какой у вас замечательный малыш. Ой, извините. Ничего. А у нас дома тоже такое есть. Ну, если у вас такой же резвый, как и мой, то я понимаю, почему вы оставили его дома. Олег, я не могу. Я думала, я смогу, но я не могу. Давай вернемся. Лиля, ну ты чего? Я соскучилась. Ну, что я за мать оставила больного ребенка дома? Послушай, ты имеешь право отдохнуть. Я хочу домой. Лиля, давай побудем здесь еще пару дней. Ну, поверь, ты отдохнешь. Я не хочу. Я хочу домой. Возвращаемся. Давай. Состояние Лили знакомо многим. Рано или поздно каждая женщина впервые позволяет себе отдых без ребенка. И угрызений совести тут практически не избежать. При этом дети переносят такие недельные разлуки намного спокойнее матерей. А это значит, что все страхи и тревоги женщины просто плод ее фантазии. Мать, которая живет ради ребенка, формирует у него искаженное представление об отношении к себе, к своим желаниям. Она на своем примере учит ребенка не любить самого себя. Вывод. Скучать по ребенку естественно, а лишать себя отдыха нет. Остап Андреевич, я вас прошу, я вас умоляю, пожалуйста, помогите Максимке. Ну, 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 что за истерика. Вы же уравновешенная женщина. Все будет хорошо. Мальчик уже под наркозом. Проснется я здоровым. Вот же, все хорошо. Да, Вера Николаевна, я уже говорил, но повторюсь. На операцию без согласия его родителей я пошел только потому, что ваш супруг когда-то спас моего брата. Вы понимаете это, да? Мы, по сути, совершаем преступление. А мне все равно. Да мне не все равно, Вера Николаевна. Мне не все равно. У меня практика, у меня репутация. Запомните, ни один человек ни при каких обстоятельствах не должен знать, где оперировали ребенка. Понимаете? Ну, я буклет показывала сыну, невестке, а не буду знать. Если ко мне придут с претензиями, я буду все отрисать, так и знаете. Хорошо. Лишь бы Максимка поправился. Максим! Виталий! Наверное, на прогулку ушли. Наверное. Ну что ж, спасибо тебе за отдых и за то, что ценишь мои старания. Вообще-то я не знаю, как можно быть таким спокойным, когда твой ребенок так далеко. Еще и по сути с чужим человеком. Вообще-то это ты его нашла. И ты отказалась от помощи моей матери. Вообще-то ты знаешь почему. Да хватит уже! Ты со своим злобой. Нельзя же всю жизнь гореть мою мать. Думаешь, ей легко от этого живется? Мать ничего не меняет. А твоя злоба меняет? Она хотя бы пытается помочь Максиму. А ты даже шансы ему не даешь. Из-за своего упрямства. Олег был прав. За обиды на свекровь Лилия пряталась от других проблем. Недовольство своей внешностью, прерванной карьерой, холодок в отношениях с мужем. Раздражение Лилии выросло, как снежный ком, и она направила все это на Веру Николаевну. Таким образом, вместо того, чтобы разобраться в собственных ошибках, Лилия обвинила в них свекровь. Слушаю. Виталий, вы где? Дома, только что пообедали. Что значит дома? Я дома. Где мой сын? Что случилось? Он его украл. Виталик, успокойтесь. Слушайте меня. Они ваш домашний адрес знают. Отлично. Уходите с работы и выключайте телефон до вечера. Максимка уже отходит от аркоза. Я сама позвоню. И все им объясню. Бабушка, он проснулся, зовет вас. Хорошо. Ни о чем не волнуйтесь. Кто это у меня проснулся? Лилечка, все хорошо. Я знаю, где Максим. Где? Он жив-здоров. Где? Присядь, присядь. Присядь, послушай. Он в больнице, но с ним все хорошо. Очень хорошо. Его прооперировали удачно. Как прооперировали? Я не знаю точно. Но мама говорила, что они в какой-то областной клинике. Боже мой. Что это за человек? Лиль, ну все же хорошо. Твоя мать в своем репертуаре. Что хочу, то и делаю. Ты не слышишь меня? Наш сын здоров. Это она подговорила тебе, да? Забрать меня? А сама увезла Максима. Лиля. Это подло, Олег. Вы переволновались. Успокойся. Тихо, тихо, тихо. Самое главное, что Максимка живет здорово. С ним все хорошо. Отвези меня сейчас. Ну как? Поел. Лиля с ним на ночь останется. Я бы тоже хотел. Нельзя. Только маме можно. Тут для иногородних гостиница есть. Поедем туда. Выписывается завтра? Или послезавтра. Спасибо тебе. Спасибо, что настояла. Максим. Майя, пойдем. Но с Лилей ты отношения испортила окончательно. Кто хочет обижаться, тот всегда найдет повод. Максимке будет нормальная жизнь. Все остальное. Через три дня мальчика выписали, и семья вернулась домой. Воздоровление Максимки не изменило позицию Лиля. Она не простила свекрови самовольства и хотела привлечь к ответственности всех участников этого заговора. И Веру Николаевну, и Виталия, и врача. Но сама того не зная, именно Лиля подсказала Олегу, как уберечь их от наказания. Олег подписал разрешение на операцию. Таким образом получилось, что прооперировали мальчика именно с его ведомой и согласия. Отношения между супругами остаются натянутыми. Со свекровью Лиля не разговаривает, а с внуком Вера Николаевна видится только в присутствии Олега.